Парк имени Пушкина в станице Северской в очередной раз собрал любителей спорта и здорового образа жизни. Здесь прошло первенство Северского района по лёгкой атлетике «Самовар-2022». Забег по традиции приурочили ко Дню Народного Единства. Такими мероприятиями мы тоже показываем, что мы любим спорт, мы любим здоровый образ жизни. Мы здоровая нация и вырастает здоровое поколение. Дорогие участники, разрешите мне от имени главы муниципального образования Северский район Андрея Владимировича Тарашевского поздравить с сегодняшним праздником, пожелать обязательно всем побед. Хорошее настроение участникам и гостям праздника подарили коллективы танцевальной студии «Сет» и студии спортивного танца «Диана». Зарядила энергией хорошей музыки радио Северского района «Джем». Ну и, конечно, всем желающим наливали горячий ароматный чай из настоящего «Самовара». Когда думали над названием мероприятия, пришло в голову «Самовар», потому что, наверное, две вещи поистине объединяющие наших людей – это занятие спортом, культура здорового образа жизни и семейное чаепитие. То есть «Самовар» как один из главных символов домашнего тепла, уюта. Разогреться перед стартом атлетам помогла совместная весёлая разминка. Забег получился действительно массовым. Пробежали дистанцию более двух сотен участников. Самые маленькие спортсмены преодолели один километр, а все остальные участники покорили четырёхкилометровую дистанцию. А чтобы соревнование получилось максимально честным, каждому бегуну выдали специальный чип, фиксирующий индивидуальное время прохождения дистанции. Собирает «Самовар» уже не просто участников спортсменов, это поистине семейный праздник, где собираются самые маленькие участники и даже взрослые люди пожилого возраста тоже приходят, чтобы преодолеть дистанцию в четыре километра. Мероприятие организовало районное управление по молодёжной политике при поддержке многочисленных спонсоров, среди которых «Радио Джем», сервисный центр «Программист», компания «Безопасность». Победителей в каждой возрастной категории наградили брендовыми подарками и дипломами.